Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги «Премудрости Соломона» я читаю для библейского портала экзегет. Синодальный перевод, наш самый известный традиционный русский перевод. И 18, ну здесь искусственное деление на главы абсолютно, в некоторых книгах более-менее оно соответствует тематике, но тут просто посередине рассказа. Она продолжает рассказ 17 о египетской тьме. Вот 17 очень красиво. Автор, он такой философ, мыслитель и немножко поэт. Он рассказывает нам, как ужасно было египтянам в этой тьме, потому что только они лишились видимого света. И что вообще-то говоря, это было просто видимым проявлением того, как они лишились познания истинного Бога и обратились к идолам. Вот эта тьма их окружала, и в ней было, прежде всего, очень страшно. Ну, казалось бы, если ты теряешь зрение, это, прежде всего, очень неудобно. Ты не понимаешь, как жить, ты не приспособлен к этому. А для них еще, прежде всего, страх и ужас, которые в неизвестности. А для святых твоих, это обозначение израильтян, святой народ, то есть избранный Богом народ и отделенный от всего остального человечества, для святых твоих был величайший свет. И те, слыша голос их, а образы не видя, то есть египтяне слышали израильтян, называли их блаженными, потому что они не страдали. А за то, что, быв прежде обижаемы, ими не мстили, им благодарили и просили прощения в том, что заставляли переносить их. Вот здесь уже толкование, которое в книге «Исход» мы не встретим, но это размышления на эту тему. Вот у египтян тьма, они ничего не видят, а израильтяне все видят и могли бы египтянам отомстить. Но для начала отлупить их как следует, а возможно и что-нибудь похожее. Но они этого не делали, египтяне раскаивались, благодарили. Вместо того ты дал им указателям на незнакомом пути огнесветлый столб. Идет речь о свете из столпа огненного, который был при исходе. А для благополучного странствования безвредное солнце, которое, соответственно, не обжигало. Ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме египтяне, потому что держали в заключении сынов твоих, израильтян, через которых имел бы дан миру нетленный свет закона. Ну а дальше самая главная история про то, как погибли первенцы египтян. Это самая, конечно, страшная египетская казнь. Я напомню, что и премудрость Соломона пишется в Египте, то есть во многом он описывает не только книгу исход, но и ту реальность, которая уже вокруг египтяне так или иначе презирают, угнетают израильтян. Когда определили они, египтяне, избить детей святых, хотя одного сына покинутого и спасли, имеется в виду Моисея, да, это еще до исхода, в наказание зато ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде. Смотрите, эти события очень сильно разделены во времени. Действительно, египетский фараон издает повеление о том, что убивали всех мальчиков, а Моисей выживает. Но Моисей уже прожил большую часть своей жизни, когда погибают первенцы египтян, а сами египтяне, преследующие израильтян, погибают в водах моря. Но надо же объяснить, за что. Ведь это очень жестоко, убить всех первенцев, в том числе невинных младенцев, которые никак не сделали ничего плохого. Та ночь, имеется в виду ночь Пасхи, ночь гибели первенцев, та ночь была предвозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетование, каким верили, были благодушны. И народ того ожидал, как спасения праведных, так и погибели врагов, ибо чем ты наказывал врагов, тем самым возвеличил нас, которых ты призвал. Значит, наказание египтян — это одновременно обетование, помощь и свидетельство израильтянам о том, что они избраны. Святые дети добрых тайно совершали жертвоприношения, единомысленно постановили божественным законом, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы. Это вот такое описание Пасхи, когда вот прямо в самую пасхальную ночь они становятся одним народом и принимают на себя равные обязательства. С противной же стороны давался нестройный книг врагов и разносился жалобный вопль над оплакиваемыми детьми, а в это время египтяне теряли первенцев. Одинаковым судом был наказан раб с господином, простолюдин терпел то же, что и с царем. Все вообще имели бесчисленных мертвецов, умерших одинаковую смертью и живых не доставало для погребения, так как в одно мгновение погублено было все драгоценнейшее их поколение. Вот еще народ как некая солидарная общность, да, то есть он и в радости, в спасении, израильтяне, и в гибели, беде, египтяне, он некое единство, да. И не верившие ничему ради чародейства при погублении первенцев, это египтяне, да, которые только хотели своим волшебством всего добиться. Признали, что этот народ есть сын Божий, израильтяне, да, такой коллективный народ, и он как некая единая общность, совокупный сын Божий. Кстати, именование Христа сыном Божьим, оно, в общем-то, оттуда же, да, то есть вот в одной личности воплощается то, что в некоторой степени воплощалось в народе Израиля, несмотря на все его недостатки и несоответствия. Ибо когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово твое, как грозный воин. Слово Божье, которое сходит на землю и творит слово, эту волю Божью, да, тоже очень похоже на евангельскую терминологию. Она не была абсолютно заново изобретена, она уже подготавливалась в этих книгах. Оно, слово не слово, острый меч. Неизменное твое повеление, и став, наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле. Имеется в виду вот смерть первенцев египетских. Тогда вдруг сильно встревожили их мечты сновидений, и наступили неожиданные ужасы. И будучи поражаемым, один там, другой тут, полумертвый объявлял причину, по которой он умирал. Ибо встревожившие их сновидения предварительно показали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. Вот еще, еще раз он говорит, это все педагогика, хотя, казалось бы, умирающий человек уже не исправится, но, по крайней мере, он объявит другим, и они поймут, как надо поступать. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, имеется в виду разные ситуации восстания, ропота, когда тоже и израильтяне погибали, но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж поспешил защитить их, Моисей. «Принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление Кадильня, то есть воскурение Ладаном, он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителя, то есть ангела-губителя, не силой телесной, не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспоминув клятву и завет отцов». Вот он молитвой останавливает смерть, ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, он, став в середине, остановил гнев и пресек ему путь к живым. На падире его, это часть священнической одежды, был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях четыре ряда, и величие твое на диадеме головы его. Это речь идет про священническое облачение, ну и Арон здесь тоже участвует, поскольку он первый священник, носящий это облачение. «Этому уступил истребитель, и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного». Вот богослужение, которое совершается по замыслу и по воле Бога, оно останавливает и ангела-носителя смерти. Ну, на этом еще не заканчивается сравнение египтян и израильтян. Вот два образа народов, один языческий, второй верующий в единого Бога, 19 глава это сравнение продолжит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok